я вижу вы принесли нам что-то совершенно прекрасное это клоун да это клоун он олицетворяет веселье всего мира так вот отлично это отличное пополнение для нашего и это не страшный клоун обычных клоуны страшные нет это веселый клоун прямо с чем дело он такой же как вот мы все мы а главное заметьте он живой постолька поскольку разговаривать мы сегодня будем с вами наверное больше про юмор про кого и так далее с вас смешная шутка о ее самая смешная шутка пошути что-нибудь так это как-то неожиданно сегодня тогда анекдот тогда анекдот негр загорает я так и знал что это будет вы ждали ждали вы надеялись что-то будет колобок повесился буратино утонулся и что там еще это было баба ягарского врага бам все пошли к этой программе это приключение таракана путешествие таракана вокруг стакана реконструкция симашка увольнение барнаульской учительницы и день смехом о чем говорит город говорим и мы обсуждаем самое интересное на наш взгляд события последних дней в эфире соседский вай-фай в студии кирилл васенин и леди шулаева подключаемся идет друзья кирилл я знаю что на прошлой неделе ездил ты на объезд улице симашка там были представители администрации рассказывали они чего нам ожидать с этой улице когда откроет движение но вообще на самом деле сначала показалось что ситуация но я очень не очень радостно потому что был вариант открыть дорогу до дом до восьмого дома пульсе машка и тогда бы это дало возможность ну может быть в какой-то степени разгрузить все вот этот вот бесконечный подъем в час пик в горку от маслихи к московской с другой стороны они собравшись представить администрации генподрядчик и так далее все люди которые занимаются строительством сказали что ну давайте мы дайте нам возможность поработать дайте мы весь кусок этот закроем до конца вот до конца года и сделаем все как надо за один раз и не будем вот это вот туда сюда ходить и тогда у нас есть все шансы закончить строительство на два месяца раньше в октябре в октябре месяце да это мне кажется очень замечательная новость потому что опять-таки со слов людей которые занимаются строительством вот это вот открытие вот этого куска с возможностью выезда на московскую ну наверное в большей степени все-таки поможет только жителям микрорайона тушим не надо будет подниматься наверх чтобы спуститься обратно быть в эти дворы открытие собственно всего участка на два месяца раньше позитивно скажется на всех жителей города то есть ты поддерживаешь это ну по большому счету да мне кажется что это не самое дурное когда в в угоду большему количеству людей что-то делают но кому-то придется потерпеть всем очень терпим извините жители улицы симашка кирилл ну вот ты автолюбитель да ты ездишь на машине реальность серьезно серьезная ситуация мне казалось что в начале в первые дни там действительно были заторы а потом как-то все автомобилисты под рассосались под графики свои подстроили движение и критики критики нет как таковой на самом деле вот такой прям серьезный проблем такой чтобы знаешь об этом вот можно было кричать на каждом углу себе серьезный проблем действительно не то на мой взгляд возможно со мной сейчас не согласятся люди которые ежедневно в этой пробке стоят дает приходится постоять если ехать в самый час пик попасть в районе пяти часов пол шестого то можно спокойно встать возле музыкальной школы и стоять до перекрестка на московском сколько минут потом повернуть потом повернуть направо на московское и стоять в сторону тизой еще еще минут 15 то есть в общем и в целом создает неудобство стоять ну я один раз хорошо так стоял в первый день перекрытия первый день было 40 минут 40 минут у нас можно от кпп до кпп доехать ну так по городу в конце концов пять часов и надо иметь совесть пять часов с работы уходить на кирилл на прошлой неделе наша городская дума отмей отметила 25-летний юбилей совсем большой стол да как наш канал прям да а видимо по ходу рядом должны идти да и было торжественное заседание куда пригласили депутатов первых созывов председателей первых созывов все делились воспоминаниями как все было чудно но всегда же вчера было лучше да 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 все было лучше все было прекраснее нынче не не то что давеча поэтому я думаю знаешь нам с тобой первой думе рассуждать наверное сложно я предлагаю в одну из ближайших передач пригласить кого-нибудь из тех тех да кто кто был в первой думе наш иван иванович депутат рецидивист не пропустил ни одного созыва может быть с ним поговорим посмотрим кого-нибудь пригласим и обсудим это событие с ними очередное предложение понизить чиновникам зарплаты прозвучало на прошлой неделе и не от кого бы то там случайного а от митрополита илариона рпц выступил с предложением сравнять зарплаты чиновников зарплатами бюджетников господи нас сейчас очень странные новости тебе хочу сказать странная потому что сейчас начнем ее обсуждать мы можем попасть под действие того или иного закона оскорбление оскорбление чувство верующих аж три закона можем попасть но на самом деле мысль-то правильная разрыв между зарплатами в чиновников и в государственной думе ну серьезный с теми кто работает в муниципалитетах серьезно мы не говорим частный сектор госкомпании так далее муниципалитет врачи и учителя полиция пожарные мчс кто там у нас еще школы вообще все и все эти люди ну средний чек среди зарплата ну 30 40 тысяч рублей а депутат курдюмов приезжал к нам где-то по лету по моему ну да было что такое и или по осени и он признался что зарплата депутата государственной думы 300 чем-то рублей 315 350 вот теперь представь сколько надо учителю даже с высшей категории работать просто учителем чтобы заработать месячную зарплату депутат года примерно мне кажется мне кажется вот отсюда вот это вот некая социальная напряженность появляется именно поэтому к чиновникам такое отношение получают вроде бы большие деньги да а как будто бы какие-то законы принимать цену антинародные родные да в принципе посыл не сама идея посыл который вот этот вот митрополит иларион выду на ней не мне не свежая мысль не свежая раз вы читали самые актуальны но в виде социального эксперимента был бы неплохо понаблюдать за некой группы депутатов которые бы снизили свой доход до среднего по россии один депутат уже пытался так жить не на минимальную зарплату а именно группу депутатов угру ну вот взять пилотный какой-то вот ребят вот давайте попробуем ну ты что они же скажут мы же стране думаем мы не можем нам нужны силы поэтому нам надо в куршавель и бутербродик с икорочкой подожди фэйк ньюс фэйк ньюс подожди какой куршавель они все стране думают крым наш крым наш крыму судака кушать неплохо кстати тоже вот но тут знаешь опять кощунство сейчас скажу на что делать к служителям рпц тоже есть вопрос особенно в свете последних скандалов вот этих инстаграм скандалов когда батюшки выкладывали графе и до луи вьютон и путешествую путешествие свои по миру и дорогущие автомобили как-то из рпц вот это слушать что зарплату чиновников бы подрезать не идеально идеальная наша страна давай вот будем об этом не идеально есть еще на местах перегибы страна господ страна рабов на петербургском загс собрание законопроект придумали принудительно лишь лечить людей которые нарушают интересы государства ну идея опять-таки не нова не нова до кенкизи например пролетая над гнездом кукушки не угоден давай лечись ну в общем для тех кто вдруг не слышал до суть в том что хотят вернуть ту самую систему которую при советском союзе существовал когда но странный ты человек призываешь там условно к свержению власти тебя раз предупредили два предупредили к третьему разу не будет медикаментики до третьему разу тебя признают невменяемым сумасшедшим опасным для общества и для себя и отправит в психиатрическую лечебницу на медикаментозное лечение вообще интересы государства это такая мне кажется размазанная тема это вот как с оскорблением власти с фейк-ньюс вот решили что надо так и будет просто это еще один еще один закон который позволит силовым структурам прижимать любую любого человека под под этот закон подводить по любой статье но эта идея родилась не в госдуме пока в загс собрании до конкретно взятым петербургском поэтому я не знаю найдет ли она продолжение друзья вы не слышали эту новость услышали наверное если кто не слышал даже на деле барнауле по заявлению одной из мамаш для про него это длится она уже много месяцев длится учительница замечательная барнаульская учительница татьяна кувшинникова она состоит в алтайской федерации закаливание из зимнего плавания морж короче можно хорошенькая девушка которая пропагандирует здоровый образ жизни сделала фотографию после одного из заплывов спортивном платьице в котором гимнастки выходят там начали она в платьице в этом блестящим там вот в этом в туфельках и начался прямо какой-то бардак и и начали гнобить коллеги педагоги что мол какой пример она подает ученикам то в таком виде до до педофилии недалеко говорили они а причем а еще при чем дети их родители они учительницы поддерживали гнобить ее начали конкретно в коллективе гнобить ее гнобить ее сына в результате чего она уволилась но вот последняя новость она встречалась министром образования и науки алтайского края максимом костенко и он ей предложил разработать и преподавать правила поведения в соцсетях для педагогов как его с каким подачи на с какой подачи на это будет делать ребята пожалуйста не выкла не регистрируйтесь соцсетях для того чтобы ничего с вами не сгручилась мне понравилась позиция сергей одаренко по этому поводу вычитать да я прямо его щас процитирую вот как-то вот хорошо он отразил эту мысль почему в барнаульской учителькой все просто цитирую сергей одаренко и и отторгает святая земля русская на не нашинская была бы она жирной хабалкой в пожелтевшим лифчики которая рыгала бы кислой капустой кричала бы за святых угодничков можем повторить и закидывала бы в горло рюмаху так называемого коньяка и спирта с чайной заваркой стал бы завучем а так сами посмотрите одна ей дорога в проститутки ведь не нашинская она какая-то ну вот вот сергей одаренко гениальный журналист и сейчас он занял такую позицию пересмешника очень тонкая очень остро высмеивает какие-то такие жизни но вот он в точку вот в точку человек подает пример здорового образа жизни и и клеймят позором не в маньян лови сфотографировалась не свою фотосессию выложила ту которую ей хочется она не сфотографировалась на шашлыках на даче с друзьями там где с рюмаха и коньяку и кислой капустой да 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 человек занимается спортом при том при всем фотографии которые были сделаны из-за которых все началось были сделаны по просьбе администрации местной чтобы поддержать университет в красноярске сделал радость мой сделал гадость на сердце мне кажется вот как потом эти люди живут они чувствуют себя победителями господи за это закаливание и плавание это здоровый образ жизни и спорт даже она будет билдеры фотографируется с гирями вот так может быть нам запретить гимнастику фигурное катание плавание по тв ну ведь это все пропагандирует да что-то что-то недоброе ляшками же ведь они своими светят обалдеть какой пример они подают или у нас тогда гимнастика в шубах чтоб ничего не видно в тулупе в костюме в горнолыжном а еще можно обрасти жиром например да я так девушка у вас коленки сзади грязная сзади говорю с 1 апреля вас скажите пожалуйста самый забавный розыгрыш на 1 апреля которые либо вас разыгрывали либо вы кого-то я женюсь наверное скажи мой приятель позвонил своему приятелю и сказал что я вот только что гулял с собакой и ты знаешь твой гараж был скрыт и там стоит уже милиция человек подхватывается мчится а там гараж опечатанный лично меня разыграли сказали что расстались когда я еще работала в столовой мы значит начальству нашему которые завтракали в солонке насыпали сахар вместо соли вот это было мне мукой в лицо просто это как ну таки подошли бах мне пакет муки и потом перьев мне насыпали на лицо и все хотим пригласить на регулярные пробежки с целью страдания фигней приходи пожалуйста нифига себе ладно хорошо спасибо а еще можно разыграть своих родных и близких очень просто накрасить бесцветным лаком мыло вот когда они пойдут мыть руки вот тогда и будет весело а к нашему соседскому вайфаю подключается человек который стоял у истоков саровского квн а вячеслав лапашов здрасте привет кого мы могли еще пригласить передачу 1 апреля но в общем да как бы человека единственный человек которого когда говорят к в м сарове в принципе стоит знак равенства между рядом со славой пошел вот так кирилл какой веселый пароль ты приготовил сегодня буду самые самые что ни на есть наверное веселый пароль для всех к венщиков бывших ну 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 итак пароль сегодня берите телефон вводите пароль сегодня мы начинаем квн ничего себе а еще короче не мог придумать я хотел сначала для чего для кого чтобы не осталось в стране решить нам всех проблем но все же радостнее будет отлично а считаете вы 1 апреля своим профессиональным праздником конечно 1 апреля это вообще праздник жизни именно в этот день разрешено шутить не только над самим собой там своими друзьями но и данным руководителями городом над страной над земным шаром потому что такие большие лужи хочется их мерить смирить медь 1 апреля самая смешная шутка на 1 апреля которую вы знали ухты перво апрель никому не верить все хобочки 0 может быть шутили может быть что такое можно вспомнить разыгрывали да да нет не разыгрывали собственно так получилось так что вот не получалось главного весельчака никто не разыгрывает да у них не получалось потому что они чтобы они не сказали а у меня уже был ответ на эту тему я поэтому думаю чем не разыгрывать то я чувствую что подвох там все-таки есть лишнее лишнее зачем зачем ну и собственно наверное стоит перейти к той теме которые поролы для 1 апреля сам актуальны про кого конечно же как вы на это жизни ну вернее не жизнь это образ жизни то есть который играет в квн он должен там жить он там живет он это он просыпается с этим он ложится спать с этим он даже не спит с этим он потому что это у него прям в голове там на подсознании он вот мысль они всегда движутся когда я начал будем на сну заниматься на квн это где-то 88 год уже это было но так уже более-менее осознанно я понял что это все я говорит на работе сидишь это там сидишь там вне федеральном центре делаешь нужную полезную работу о по мысль уже сразу там записываешь куда-то ну да 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 ну какая то мысль там шутки были немножко друг более другие но тем не менее каждому времени каждому там периоду времени да там даже пятилетие даже меньше на двухлетию соответствует свои шутки то есть то что вот мы сейчас если я сейчас пошутил так как мы это делаем сейчас там были вообще не поняли сказали бы то он о чем например и же шутки привязаны ко времени грубо говоря социальные события произошло к нему привязывается определенный набор определенный набор шуток и вообще сидят профессиональные квн щеки рядом со мной я кстати хотел сказать по поводу того что да по поводу того что мысль пришла и надо ее записать сразу у меня в период активной игры в квн еще институтской у меня были были моменты когда я ночью вскакивал от ощущения что я придумал что-то я сидел писал забывал ложился спать утром просыпался у них играть и классный счет написал я так тексты к репортажам пишу я ночью просыпаюсь и на диктовый нет но ты говоришь это образ жизни всегда голова она всегда думает это как великого конструктора он думает и что-то мне получается это как у писателей там стихотворением мучиться мученицу трамба рамба рам опилки в опилке если хочешь стать солдатом обзавида к нам а там вот эта шутка какая-то родилась причем это шутка вне времени она вне войны нет моноплесе на вечные но она нужна вот в тот момент когда вот вот в тот момент он нужно потому что если мы когда-то шутил там давным-давно если хочешь просто так жить и зарабатывать 20 процентов зарплате притяжется работать на шансом а 16 сейчас это никто не поймет а тогда процент зональных а в тот момент времени это был гомерический хохот во всем зале ну вот вы да люди которые оба имейте близкое отношение к вену я мимо вообще всей этой истории проходила поэтому вопрос который ответ на который знаете в оба я хочу немножко в него погрузиться с чего начался к вен сарове но это у начался еще в шестьдесятых годах когда вот он начался вообще в принципе и первая игра была это собственно говоря в федеральном ядерном центре естественно молодой тогда они все были молодые специалисты еще по моему год где-то 60 то ли 6 то ли 68 я не помню есть даже фотографии есть отдельно и хорошие ребята там ну сейчас они уже очень так с этим мужчины в возрасте или должностях давайте так практически все кто играли в к в те времена сейчас должности нет как это тот кто умеет себя преподать там тот умеет себя держать и здесь потому что это к вен это это же не только вот ты шутки кидаешь но ты ты так мыслишь если вот сдают сложный вопрос у тебя на него всегда какой-то есть ответ но какой-то но ответ есть я всегда студентам говорю ребятам учить себя в квн зачем график вен там шутки шутки и когда ты выйдешь к доске во время сдачи дипломного проекта это тебе пригодится и те кто вот играли в квн у них сдач проходил всегда легче почему ему ответ ему вопрос а почему там вот электроны движутся вот так а потому что хотят вот схема электрической принципиально много-много-много ну какие вы еще емкости можете назвать на этой схеме стакан ну это техническое то ее могу эту шутку может поняла зачет да ну и в продолжении значит наши беседы сам вот я ну там в кв не я ничего не понимал 70-х годах казалось бы казалось бы этот друг наступает 75 по моему год или 75 год и такая была неприятность там школьные квн и они очень серьезные были у нас мы играли физический квн это было очень серьезно это выходили и что мы зачем удовольствие должны были исполнить и потом какие-то шутки даже не шутки ответы по физике но некоторые будет шутили команды просто все школы играли а некоторые прямо четкий ответ как на пик как в учебнике и думаю тут квеном не пахнет но я и не знал что это такое ну и я вышел на сцену мы все отработали приветствую все великолепно я был красоты 9 по моему класс 10 уже класс школы в общем короче где-то уже по окончании и что-то начали меня спрашивать а я не понимал что не спрашивают легко начал на это отвечать какими-то ну такими вот шутками там для помощи не поставим тележку нужно было с ним провинции лишь провинции невозможно что откатывалась и нужно было физическую форму привести почему я вот прыгаю ну потому что манер цида туда угол подъем у меня вверх под 45 я уже запуталась и я что-то такое сострил там зал хохотал значит можно не только так шутить прям чисто формулу говорить а около формулы вот 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 я попал а уже следующие разы это какие-то эпизодически такие были до моменты лукавын очень длинный перерыв у нас в городе во всяком да он вообще везде был очень и где-то он начался 88 наверно под перестройку как 8 6 87 год до нас тогда был горком комсомола было прошло нет на тот момент еще не в нельзя тюрьма в тот момент уже закончились места у нас одна была такая шутка была а потом мы шутили только в районе сибири дальнего востока играли в основном с камчедалами и такие шутки могли быть нет ну на самом деле было интересно то есть какая-то форточка открылась и мы могли что-то говорить но к вы на что такое это шутка сегодняшнего сегодняшнего дня даже не завтрашнего не не вчерашнего сегодняшнем она интересна только сегодня событий произошел такие политические какие ты сегодня это должен сказать ну а блин но какую-то форму поэтому сделать то есть человека которым мы шутим да он должен быть узнаваемый но это может быть или политические деятели мало задевали это в основном были с отца это социально в основном 90-х годам она шла и более политические шутки там и там уже там уже все можно было я первый раз увидел как пародировали например горбачева это был пир самый первый кивин самый первый да это был 90 год днепропетровск еще еще это еще это ссср и вот ленинградский университет вышел мужчиной он прям голосом горбачева там что-то такое освещал нам кивина эти виды свести фестиваль команд квн то есть кивин сейчас это музыкальный фестиваль а тогда он был вот камерал фестиваль квн не очень много там команд на тот момент времени ну какая-то такая была атмосфера прям мы же у нас не разделяли мы жили все в одном месте гостиницы днепропетровскому мы тогда ездили как миссии мы не могли называться разома 16 мы ехали команда мифи ну вполне интересный комоль мальчишки наши ними фишки мифические тоже ребята были миссии да и вот ну я считаю что это было очень интересно и для страны это было интересно этот первые шутки такие политические они там прям звучали вен он делится вид на несколько частей это те кто думает те кто играет и потом те кто все это организовывает вообще еще есть один пласт это те кто организовывают команду чтобы она играла как надо костюмеры гримеры администратор это люди команды без них детстве не куда собственно говоря сама но кто-то выходит на сцену они отрабатывают текст они работают они актерами они хризматичны они видны не там все на них там все молится а есть группа который которую не видно который делает все но самый кстати даже при монтаже вырезает нет но хамы я считаю что вообще в кого не главная шутка если главная шутка то там что тот кто пишет шутки это хорошо если лидер команды которые сам на сцене их и пишет но вот в последнее время к сожалению мне кажется что стали уже они где-то там покупать покупать да и это немножечко как-то вот поэтому сейчас сейчас кого это бизнес вообще да это нет это огромный сейчас бизнес у редакторов там надо бывает что они до такой степени уже они звезды что они забивают вот собственно начинание команды ты можешь приехать с одним текстом а выходить на сцену вот с таким но с чужим в итоге ну я бы я на что поразило приезжая на нижний новгород играть и приходит там специалист он будет вас редактор приходит пацанку втором курсы института лобача и начинает нас учить играть на него там смотрят ты это мальчик ты кто не общаться всю жизнь играя в квент какой курс 2 на это мою ну уже это самое ну короче там началось вот какой-то замена творчество команды на это желание показать вот тех людей которые там есть не как показать причем свою значимость и при этом слупить денег давайте на чем-нибудь позитивную финишируем они на том что к вен хранить русским правом жив к вен будет жить преемственность она есть она надеется она сама где-то будет чуть-чуть видоизменено будет мы сама будет существовать урочка меняется вместе со временем ура ура исполнение законопроекта суверенном интернете подорожало еще на 10 миллиардов рублей вот так мы плавно перешли со слов это вообще не будет нам ничего стоить к цифре в 30 миллиардов а еще в россии прибавилось ведомств которые могут принимать решение о блокировке сайтов например на днях такие полномочия получила росмолодежь которая будет ответственна за вычисление ресурсов склоняющих детей противоправным действиям по данным канала лентач роскомнадзор наконец нашел стопроцентный способ заблокировать телеграм с помощью технологии глубокой фильтрации трафика dpi поговаривают ее вот-вот начнут тестировать мтс мегафон и билайн что ж ждем ответ от павла дурова и искренне верим что наша любимая телега будет жить новый мэр белгорода принял присягу под музыку звездных войн телеграм-канал база сообщает что музыкальное сопровождение для церемонии выбирала глава белгородского управления культуры людмила грекова по словам чиновницы она просто хотела найти более современную музыку а звездных войнах раньше не слышала хотели как лучше а получилось как всегда мы выбрали но не уточнили откуда она без злого умысла я сама требую чтобы никакой иностранщины и вот результат посетовала грекова после случившегося людмила грекова покинула должность по собственному желанию а жителям белгорода остается надеяться что новый мэр не перейдет на темную сторону для тех кто при появляется у нас первый раз в программе мы играем с ними в игру который называется третьего не дано погнали давайте семён слепаков или горит мартиросян семён слепаков к в на рекамиде к в руслан белый или павел воля павел воля почему пензе 19 все понятно хорошо мысликов старший или младший старший конечно команда крошки с рфт или сочиняя мечты они родные они хотя и все тоже смеяться или обижаться токс нет смотреть или выступать выступать в ведущей литвен жюри тут ведущий все меня вот закончишься вопросы улыбаемся вашим на этом все пусть вам будет весело по жизни смотрите соседский вай-фай увидимся ровно через неделю пока пока